На этой неделе у столицы появился новый глава администрации. На заседании Кабинета министров объявили о строительстве многопрофильного медицинского центра в Ишере. А около 20 художников из разных стран завершили арт-пленер в Абхазии экспозиции своих работ в Центральном выставочном зале в Сухуме. А теперь подробнее о главных новостях недели. Итак, 22 октября президент Рауль Хаджимба представил коллективу столичной администрации, исполняющего обязанности главы администрации Сухума Кана Кварчия. Указ о назначении Кана Кварчия зачитал глава администрации президента Беслан Барциц. Кан Кварчия поблагодарил главу государства за доверие и отметил, что вместе с коллективом столичной администрации сделают все возможное, чтобы облик города изменился в лучшую сторону. Рауль Хаджимба выразил надежду, что с новым руководством Сухума начнутся позитивные перемены в облике столицы. Город, который по бюджету превосходит все наши города и районы, должен сделать все для того, чтобы не просить помощи у республиканского бюджета. Город должен меняться, сказал президент. Немало было сделано, нужно это признать, но, как мы и много раз говорили, следует более активно влиять на многие процессы. Я просил бы и самого руководства города, и тех, кто рядом будет находиться, сделать все для того, чтобы мы с пониманием относились бы к тем нашим законам, которые регламентируют порядок соответствующей работы в администрациях наших городов и районах. Много вопросов, начиная от чистоты города, вопросов, связанных с темой энергетики, водоснабжения, строительства незаконного, которое, к сожалению, имеет место долгие годы. Это не связано с предыдущим руководителем. К сожалению, это имело место и в предыдущие годы, и при других руководителях администрации. Говорю, как есть. Никому никаких поблажек не будет. Начиная от самого руководителя, который будет занимать это место. И с сегодняшнего дня я просил бы вместе встать и плечом к плечу менять облик нашего города. От нас люди ждут этих перемен, и мы должны оправдать доверие наших людей. Постараюсь своей работой и работой коллектива, который есть, и который, может быть, еще будет и обновляться, показать тот потенциал, возможно, который еще можно поднять, найти. И в тех финансовых и людских ресурсах, которые есть у сегодня у города, я думаю, мы его будем полностью использовать во благо наших жителей. И оправдать их доверие, и ваше высокое доверие, которое вы нам оказываете. Надеюсь, что люди нас поддержат, поймут и рядом станут. В селе Пшаб Гульрибского района в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии идут работы по укладке асфальта. Ремонт проводит госкомпания «Абхаз-регионстрой». Улица Имама Шамиля в селе Пшаб Гульрибского района не ремонтировалась более 25 лет. Сейчас вместо полностью разбитой дороги здесь появилось новое асфальтированное полотно протяженностью 2,5 километра. Кроме того, строители заасфальтировали и небольшой участок двора Пшабской Абхазской средней школы. Во время непогоды школьный двор сильно подтапливал, и чтобы войти в здание, приходилось пробираться через лужи. Вот уже несколько дней идут работы по подготовке к ремонту участка дороги в верхней части села Пшаб. Как отмечают специалисты, здесь очень сложный рельеф. Даже до военного периода в Абхазии здесь вообще не было никогда асфальта. Но здесь всегда оползни, дети в школу ходят, им очень неудобно. Лужи. Но невозможно было здесь, на транспорте передвигаться, это просто невозможно. Люди как-то обездными путями ездили здесь. Сейчас, получив такую дорогу, естественно, и сами видели, сегодня будут с удовольствием ходить и ездить. А это, конечно, это удобно. Сейчас строители прокладывают систему водоотведения. Затем рабочие приступят к асфальтированию дорожного полотна протяженностью более 4 километров. 23 октября состоялось заседание Кабинета министра в Республике. На повестке дня было более 20 вопросов, касающихся самых различных сфер деятельности государства. Правительство утвердило производственный календарь на 2020 год. В общей сложности в Абхазии в следующем году будет 121 выходной и 245 рабочих дней. На заседании был утвержден и план мероприятий Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Проект был разработан с учетом концепции культурного развития республики, которая была создана в 2017 году. Основными ее положениями являются сохранение культурной идентичности республики и развитие международных культурных связей. Решением членов правительства часть имущественного комплекса Центральной спортивной базы Эшера в селе Нижний Эшера Сухомского района передано под строительство многопрофильного медицинского центра Российским федеральным медико-биологическим агентством. В нем будут созданы структуры и подразделения, которых на сегодняшний день в стране нет. Участок выделенный на территорию Агудзеры. То есть сейчас вопрос встал в последний год, что эта территория не хватает для строительства очень серьезного многопрофильного медицинского центра. По поручению президента, по поручению премьер-министра мы подыскали эту возможность. 8 гектаров мы выделяем для того, чтобы там был создан серьезный, наисовременнейшим оборудованием медицинский центр. Это прежде всего кардиохирургический центр, это будет инновационный инсультный центр, это будет подразделение по тяжелейшей сочетанной травме, ну а также будет там амбулаторно-полиглинический комплекс, реабилитационное отделение и спортивная медицина. То, что мы хотим представить в структуре, это предварительно. Но подробно все это будет обсуждаться в ходе рассмотрения проекта межправительственного соглашения, который готовится активно сейчас и российской стороной, и нами. На заседании Кабинета министров также были утверждены технические требования к государственным регистрационным знаком транспортных средств. Теперь владельцы японских автомобилей в Абхазии смогут получать государственные номерные знаки, адаптированные под форму рамок своего транспорта. Как вам известно, о территории нашей республики появилось очень много японских машин, у которых на сегодняшний день некоторые возмущаются о том, что они не могут никоим образом поставить государственный регистрационный знак с задней стороны автомобиля. С задней части автомобиля. То есть, получается, необходим специальный государственный знак для того, чтобы его возможно было закрепить. Владелец данного автотранспорта, он мучается, он должен ездить куда-то, заказывать специальный макет для того, чтобы возможно было закрепить с задней стороны данный автомобиль. Поэтому с этой целью мы взяли практику с российской стороны и принимаем на сегодняшний день. Мы будем специальные номера для таких машин выпускать. И в продолжение темы ГАИ. Сотрудники Управления госавтоинспекции, Министерства внутренних дел Абхазии ежедневно проводят плановые профилактические и рейдовые мероприятия по всей республике. Вместе с сотрудниками у ГАИ в рейд выезжали и наши корреспонденты. Какой была картина транспортных нарушений в ночь на субботу, расскажет Саид Жарсалия. Расстановка стационарных постов и маршруты передвижения дорожно-патрульных групп в рейдах проходит чётко по плану и графику. На рейды выезжает личный состав Управления госавтоинспекции и подразделений Центрального аппарата МВД Республики, а также сотрудники городских управлений и районных отделов Министерства внутренних дел. Главная цель рейдов – профилактика и предупреждение нарушений правил дорожного движения. В Сухуми инспекторы ГАИ выезжают сразу в несколько районов. В данном случае – в район Синопа, в центр города, в район Универсама и на пересечении улиц Аяйра и Адлиба. Экипажи сотрудников ГАИ патрулируют города в течение ночи. Во время рейда взлостных нарушителей лишают водительских прав. Бывают и случаи, когда изымают автотранспортное средство. В результате рейдов по республике сотрудники Управления госавтоинспекции МВД Абхазии и городского отдела внутренних дел составили 122 протокола за нарушение ПДД. Из них 6 – за нарушение правил тонировки и 5 – за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. А еще инспекторы ГАИ фиксировали такие нарушения, как отсутствие техосмотра, превышение скорости. Все нарушители будут привлекаться к административной ответственности. О статистике дорожных нарушений, основных причинах возникновения аварийных ситуаций, а также о том, как сказывается возросший поток автотранспорта на дорожном движении в городах республики. Мы побеседуем с гостем студии, начальником ГАИ Абхазии Баталом Агрба. Здравствуйте, Батал Валерьевич. Здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу с постановления Кабинета министров, принятая на последнем заседании, о новом формате номерных знаков. Это касается японских автомобилей, насколько было сказано там на заседании. Могли бы вы уточнить и прокомментировать вообще в этот проект? Ну, расскажу вам, в связи с чем данный проект вышел на свет. На сегодняшний день, во время организации безопасности дорожного движения на наших дорогах, острая проблема стоит с дисциплиной непосредственно наличия номерного знака на транспортном средстве. Этому сопутствует множество факторов, один из которых был неудобство граждан установки номерных знаков, действующего до данного постановления плана. Первая причина – это низкодисциплина наших граждан. Которые хотят уйти от ответственности, они снимают передние номерные знаки, камеры автофиксации. Но, к счастью, на сегодняшний день техническая возможность позволяет данных граждан в автоматическом режиме привлекать к ответственности. Вторая причина – это граждане, которые не успели обратиться, и их дисциплина оставляет желать лучшего в плане своевременного обращения в органы госавтоинспекции для регистрационных действий, для получения номерных знаков. И одна из главных причин – это неудобство в связи с тем, что на территорию Республики Абхазии возятся транспортные средства с Японии и Соединенных Штатов Америки, где стандарт заднего крепления является квадратным. И наши стандарты были несовместимы, в этом связи множество проблем было. В том числе и в ночное время подсветка, что необходимо, кстати, номерных знаков, отсутствовала. И в связи с этим нам было принято решение о внесении изменений в порядок выдачи и регистрации. И вынесен проект министра внутренних дел и создание кабинета министра, где данный проект был рассмотрен положительно. На сегодняшний день наши граждане, хочу подчеркнуть, что не на переднюю часть, только лишь на заднюю часть транспортного средства крепления могут установить квадратные номерные знаки. Скажите, а то, что там было написано, оно же будет меняться, то есть будет изготавливаться новый номер? Да, когда человек будет обращаться в органы регистрации госавтоинспекции, он в заявлении должен указать этот момент, и ему один номер дадут старого формата, которым мы привыкли видеть. И новый формат – это квадратный номер, который можно ставить только на заднюю часть. Это будет стоить так же, как остальные? Да, цена не изменяется абсолютно, все остается так же. Я хотела уточнить, с этими номерами квадратными смогут ли наши автомобили выезжать за границу? На сегодняшний день органы регистрации ГАИ России выдают данный формат номерных знаков, и никаких неудобств наших граждан в этом плане испытывать не будут. Второй вопрос касается рейдов, которые сейчас очень активно проводят ГАИ республики. В частности, у нас был один из сюжетов, Саид Джарсали выезжал с бригадой ваших сотрудников. Могли бы вы сказать, все-таки на данный момент, какие итоги, какова картина вырисовывается, довольны вы ею, недовольны? Если говорить о наших мероприятиях, которые мы проводим, мы часто о них говорим, показываем, они весьма эффективны. У нас их три, они крайне, и каждый имеет свое направление. Безопасная трасса, это мероприятие направлено столько на республиканскую трассу для выявления лиц, управляющих транспортом, нарушающих скоростной режим, 117-я часть, 2-я часть, 1-я, а также 119-я часть, 1-я, это управление транспортом в нетрезвом состоянии. В момент проведения этих мероприятий выявления по данным нарушениям возрастают за счет того, что используются все подразделения УГИ, горы и органов и усиливаются именно данные участки за счет остальных подразделений городов и районов. Есть другое мероприятие, называется «Безопасный город». Если вы обращали внимание, в неделю несколько раз в Сухуме проводятся такие дневные... Чаще всего мы проводим их днем для поднятия общей дисциплины наших граждан, которые управляют транспортными средствами. Это непосредственно отсутствие номерных знаков. Главной задачей является тонирование, светопропускаемость, так называемая, боковых ветровых стекол. Для того, чтобы поднять эту дисциплину и выявление лиц, управляющих транспортом, в отсутствие водительских удостоверений. Для того, чтобы вот эту дисциплину держать на уровне. А также есть очень крайне эффективное мероприятие, называется «Патруль». Мы его проводим чаще всего в ночное время, когда на дорогах, скажем, не такое большое количество транспорта, и проводить стационарными постами мероприятия не весьма эффективно. Мы патрулируем улицы города и выявляем нарушения. Чаще всего у нас в ночное время в городе Сухум появляются лица молодого возраста, которые пренебрегают правилами дорожного движения. В ночное время в спальных районах с заносом, заходя в те или иные участки дорог, тем самым создавая опасность окружающим, создают дискомфорт другим лицам, которые отдыхают у себя в доме. Это шум очень комфортно, очень неудобно. Люди от испуга порой и просыпаются. Для того, чтобы вести порядок, нами сегодня уже на протяжении двух недель в городе Сухум усиленно проводятся мероприятия. Есть лица, которых мы задержали, есть лица, у кого арестовали транспортные средства. На сегодняшний день, на момент проведения этих мероприятий, мы видим, что в городе становится намного тише, спокойнее, дисциплина вождения транспортного возрастает. К сожалению, проводить повсеместно по всем районам немножко оставляет желать лучшего, потому что нет соответствующей технической возможности в патрулях. Было бы хорошо, конечно, если мы могли одновременно в нескольких районах проводить подобные мероприятия. Мы планируем их не только в Сухуми, проводим не только в Сухуми, в остальных наших регионах и городах. Сели, ездят с правами. Много ли человек попадаются без прав? За 10 месяцев 2019 года 2340 случаев выявленных нарушений. Туда входят не только лица, которые ранее никогда не получали водительское удостоверение, а лица, у которых истек срок. У нас, если вы знаете, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет, и когда истекает, наши граждане не всегда внимательно к этому моменту относятся, не считают нужным идти, продлевать, проходить медицинскую комиссию и получить водительское удостоверение. В общем, если взять эти два фактора, получается в 240 случаев. Какие санкции применяются? В 2000, да, 300. Каким нарушителям? Применяется, в отношении них возбуждается административный материал штрафа. От 3 до 6 тысяч штрафов, кстати, немаленький. Какие еще самые частые нарушения вы зафиксировали за эти рейсы? Если говорить о нарушениях, которые сегодня влияют на безопасность, на организацию безопасности дорожного движения на наших дорогах, это скоростной режим. В первую очередь является сегодня главной проблемой, которую мы должны сегодня снимать и решать. Вторым важным фактором является управление транспортом нетрезвым состоянием. Вот эти два нарушения, это основные выявления, которые у нас на мероприятиях появляются. Могли бы вы поделиться статистикой, вот я вижу у вас цифры, статистикой за последний, не знаю, год-два правонарушений на дорогах? Если говорить о управлении транспортом нетрезвым состоянием, у нас на сегодняшний день за 10 месяцев отчетного периода выявлено 2100 случаев. Если сравнивать с 2018 годом, мы идем примерно на одном и том же уровне. У нас за 12 месяцев 2018 года было выявлено по 3000. То есть ничего не меняется? Ну, несмотря на то, что мероприятие у нас проводится ежедневно, мы задерживаем лица управляющих транспортом нетрезвым состоянием, лишаем право водительского удостоверения. Что старый, младый, дисциплина одна, к сожалению. Наши граждане делают выводы из того, что все не слышат и видят на наших дорогах, какая обстановка за счет нарушения правил дорожного движения в части управления транспортом нетрезвым состоянием, управления скоростного режима. Если говорить о скорости, в 2018 году за 12 месяцев у нас было 23 тысячи выявленных нарушений по скоростному режиму, за 10 месяцев 2019 года у нас уже под 18 тысяч. Почему такая большая цифра? Я вам скажу на сегодняшний день, как вы знаете, на наших дорогах фиксируют скоростной режим. Камеры автофиксации, автоматизированный процесс, и они регистрируют каждое нарушение в круглосуточном режиме. Вот тут такая статистика. Привлекли мы из них 70%. Есть еще в данные, которые я вам сейчас озвучил, лица, которые мы еще не выявили. Есть камера, она фиксирует. После надо его привлечь к административной ответственности. На 18 тысяч мы привлекли, но у нас еще около 7 тысяч водителей, которые непосредственно необходимо выявить и привлечь, вручить им постановление о нарушении правил. Сколько человек пострадало и, к сожалению, погибло в результате вот таких нарушений на дорогах? На сегодняшний день у нас, если говорить о статистике дорожно-трансных происшествий, 151 ДТП было за 9 месяцев. Из них погибло 44 человека, ранено 258. Это статистика 2019 года. Если сравнивать ее с 2018 годом, у нас за 12 месяцев было 189 ДТП, 64 человека погибло, и 300 человек были ранены. Если сравнивать с 2015 и 2018 годом, брать статистику за 2 года, 2018 и 2019, сравнивать ее с 2015-2016, получается, что у нас снижение идет до 2,5%, потому что у нас в 2015 году был и в 2016 году очень большой рост дорожно-трансных происшествий. В 2015 году у нас было погибших 75 человек, в 2016 году было 80 человек. На сегодняшний день мы смогли минимизировать, насколько это возможно, силой наших мероприятий, ежедневных, вот этих безопасных трассов, безопасных городов, безопасных патруль, тех и остальных мероприятий, которые видите вы сегодня. У нас в 2017 году было 67 погибших, в 2018-м 64. Вот задача в этом году, насколько возможно еще что, насколько это возможно было, снизить дорожно-трансные происшествия. Но, к сожалению, наши граждане не делают выводов из тех происшествий, которые они видят, слышат и сами попадают. Как-то дисциплина оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы самоосознание, инстинкт самосохранения был более... А в чем вы видите причину? Необходимо проводить работу, профилактическую пропаганду необходимую. До каждого человека донести, что правила дорожного движения – это основные правила жизни. Не прихоть то или иного руководителя исполнения их. А наши граждане, к сожалению, крайне пренебрегают. Они считают, что на сегодняшний день, если я превышу скорость, ну ничего страшного. Я спланировал свою поездку от Сухума до Псов за час 10. Ну, выйди пораньше, доед за два часа, будешь цел, не подвержешь опасности себя, окружающих, остальных участников дорожного движения. Пристегнись ремнем безопасности. Мы всегда говорим, что на наших дорогах опасно, что дорожно-транспортные происшествия происходят, люди погибают, но никто не хочет пристегнуться. Даже кто больше всех говорит об этом, видит, не пристегиваются. А это 70-80 процентов, что вы уйдете легким успугом во время ДТП. Спасет вам здоровье и жизнь. Хотел бы обратиться к нашим гражданам, чтобы в момент движения транспортного средства всегда пристегнивались. Что касается неотвратимости наказания за эти нарушения, как это влияет? Может быть, не может быть, а наши граждане наверняка надеются на какую-то поддержку близких. Ой, я договорюсь. И если там будет какое-то нарушение, то какие-то карательные меры, какое-то наказание не последует. Может быть, это играет свою роль. Потому что неоднократно уже говорилось, что когда наши водители выезжают, допустим, в Россию, они там очень дисциплинированы. Ну, это миф, могу вам тоже сказать по этому поводу. Ну, скажу о принципе неотвратимости наказания. Если он будет низкого уровня или его не будет, все, что мы делаем, это будет зря. Если говорить о принципе неотвратимости наказания, ну, скажу маленький такой пример. Камера автофиксации на сегодняшний день, как вы знаете, фиксирует все нарушения, несмотря на твой ранг, чин, возраст, заслуги, должность и все остальное. Вся информация попадает в центр обработки данных. На основании постановления кабинета министра на сегодняшний день регистрационные подразделения ГАИ не имеют права никаких регистрационных действий проводить граждан, у которого есть неоплаченный штраф. Если гражданин не оплачивает штрафы, в отношении него возбуждается материал у судебных приставов, материал, который мы им отправляем, как ни злостного, ни плательщика, в отношении его арестованности, его счета, его имущество, движенное, недвиженное. Если он придет переоформлять транспортное средство, какие-то другие регистрационные действия делать в ГАИ, ему не проведут, пока он не заплатит штраф. В этой связи принцип неотратимости наказания находится на должном уровне. Но скажу вам, с чем мы сталкиваемся. Все граждане, которые к нам приходят и сталкиваются с тем, что у них есть большое количество неоплаченных штрафов за нарушение скоростного режима, если посмотреть там, ну, в местах, где разрешено 60 км в час, они двигались 130, 140, 150. Крайне эмоционально, возмущенно реагируют. Это говорит о дисциплине, которая низкого уровня, как я вам говорил выше. Но вот стараемся, боремся с этим. Уйти от ответственности практически невозможно. Мы говорили о том, что динамика пострадавших и погибших в результате ДТП все-таки положительная за последние годы. Но тем не менее, вот что бы вы могли сказать, какого возраста в основном уходят из жизни люди? Ну, если говорить, какой процент возрастной чаще всего попадает в дорожно-транспортное происшествие, как нам говорит наша статистика, это самый активный возраст у людей от 25 до 35 лет. Самый активный слой нашего населения, вот они чаще всего и попадают в дорожно-транспортное происшествие. Если вы говорите о нашей статистике. За последние два дня, к сожалению, вот и в субботу тоже произошла авария, в результате которой погиб известный человек, очень заслуженный. Пожалуйста, предупредите еще раз, чтобы такого не происходило. В эшерах горела машина, погиб человек. Автомобиль является один из самых опасных видов транспорта, повышенной опасности, источник повышенной опасности. Наши граждане сегодня не понимают, что если стоит знак 80 км в час, нельзя превышать. Нельзя превышать не из-за того, что вас камера выявит, вас привлекут к административной ответственности, а из-за того, что это ваша же безопасность, безопасность остальных же граждан. Все эти происшествия, которые произошли, о которых вы говорите, это пренебрежение правилам дорожного движения, в том числе скоростным режимом. Я как автомобилист и многие мои знакомые говорят о том, что очень сложно, например, передвигаться по нашей республиканской трассе из-за количества животных на дороге. Это раз. И все-таки, при том, что трасса освещена, но освещена недостаточно тех же пешеходов или каких-то там предметы, которые находятся сбоку трассы, они проходят незамеченно, только в непосредственной близости их видишь. Я понимаю, наверняка это не проблема ГАИ, но тем не менее, может быть, каким-то образом вы тоже пытаетесь решить эту проблему. Непосредственно, если на проезжей части есть какие-то моменты, которые затрудняют проезд транспортных средств, есть какие-то обращения, сигналы со стороны автолюбителей или граждан госавтоинспекции, на это реагируют в первую очередь. Несмотря на то, что, да, это, скажем, работа других технических служб, обслуживающие республиканскую трассу или дороги районного значения, первые, кто туда выезжают и принимают меры. Там чаще бывает такое, что сбили скотину, бросили ее на проезжей части или собака. Все эти первичные моменты предпринимает госавтоинспекция. Безусловно, наши граждане предупреждают, и реакция соответствующая всегда следует. Ну, правда, вечером или утром, когда ты едешь по этой трассе, там просто тяжело проехать. Это бывает, когда совершенно неожиданно возникает котина или что-то, там, не знаю, коровы и прочее, создают реально угрозу безопасности движения. По этому поводу мы обращались к главам районов. Наша республиканская трасса проходит вблизи населенных пунктов, и чаще всего скот, проживающих вблизи республиканской дороги, и чаще всего получается, что в ночное время остается на улице. Чаще всего у нас происходит здесь, по Кадорскому шоссе, по дороге Сухомин-Гор. Происходят дорожно-трассные происшествия. Писали песни для того, чтобы как-то минимизировать выход скота на проезжую часть, но, к сожалению, добиться нужного результата пока тяжело. А вы вообще довольны освещением в самом Сухомин-Гор? Допустим, например, когда я выезжаю на нашу центральную улицу из-под одной из астакад на Адзадзария, в вечернее время, или в ночное время, скажем так, после 9 вечера, то там, например, довольно оживленно могут ходить пешеходы. Их просто не видно. Безусловно, если говорить о безопасности, организации безопасности дорожного движения, в ночное время освещение наших дорог – это основная такая задача должна быть, которая позволит сегодня сделать наши дороги безопаснее. Если говорить о улицах нашего города, некоторые улицы освещены достаточно, но, к сожалению, не все. Если говорить о нашей улице, где чаще всего происходит в ночное время наезды на пешеходов в дорожном трассном происшествии, эта улица у нас Аэшба, она густо населена. К сожалению, торговые объекты находятся вблизи проезжей части. И еще, к великому сожалению, наши граждане, очень у них была низкая культура перехода проезжей части, и в связи с этим низкое освещение, все эти факторы влияют на то, что происходит в дорожном трассном происшествии. Конечно, было бы хорошо, если улица Аэшба была, одна из самых основных улиц нашей столицы, была освещена намного лучше. Хотелось бы еще немножечко поговорить о том, как поток движения в Абхазии, в столице в частности, изменился за последние годы. То есть даже визуально можно наблюдать большое количество машин, периодически, особенно в часы пик, возникают пробки, которых раньше, как-то мы не помним, не было. И в связи с этим, как меняется работа ГАИ. Если говорить о притоке количества транспортных средств на территории Республики Абхазия, он увеличивается у нас каждым годом. Чем это обусловлено? В крайней мере, наверное, люди могут себе позволить транспортные средства. Мы видим в часы пик, это с 9 до 10, и с часу до 2, и в вечернее время, когда граждане наши едут с работы домой, какое количество транспорта и как наши дорожные сети загружены. Что предпринимает госавтоинспекция на сегодняшний день? Это чаще всего в утреннее время, это вблизи образовательных учреждений, дошкольных и школьных. Усиленные, если вы обращали внимание, это всегда несет службу сотрудников госавтоинспекции, для того, чтобы обеспечить безопасно, непосредственно, переход пешехода, детей в школу. Вот такие мероприятия проводятся в вечернее время, мы, как вам говорили, мы проводим мероприятия, и в дневное время мероприятия «Безопасный город», ночное мероприятие «Патруль». Эти мероприятия призваны держать дисциплину на нужном уровне для организации безопасности дорожного движения. Приток транспорта у нас увеличивается, если говорить более точнее в цифрах, ежегодно. Если последние два года говорить, то около 10-12 тысяч транспорта, которые нам проходили в среднем, если говорить о 2015-2014-2016 году, до 3-х, до 3,5 тысяч. Последние два года у нас резко возросло количество транспорта, прибывающего вновь на территории Субботы Абхазии, которое становится на учет в регистрационных подразделениях ГЭИ. Как вы говорили, наши граждане, когда переезжают на территорию России, крайне дисциплинированные. Скажу вам дальше. На территории Российской Федерации процесс фиксирования и организации безопасности дорожного движения крайне автоматизированы. После Олимпиады 2014 года работа вся автоматизирована. И все нарушения скоростного и других, выезд на встречную полосу, пересечивая сплошную линию, фиксируются камерами автофиксации. Пользуясь случаем, хочу тоже передать нашим гражданам очень важную информацию, которая сбережет их жизни. Ранее камеры автофиксации на территории России не фиксировали нарушения транспорта, стоящего на иностранном учете, в том числе и в республике Абхазии. В связи с тем, что они не были, если говорить по-простому, камеры не читали иностранный формат. На сегодняшний день, когда дисциплина начала выходить за пределы организации безопасности движения и негативно на нее влиять, подразделениями госавтоинспекции Российской Федерации, Россия большая, были приняты меры для того, чтобы фиксировать иностранный транспорт. И на сегодняшний день, когда наши граждане нарушают, это все фиксируют камеры дорожного движения, передают в центр обработки данных. На любом стационарном посту, где остановят или патруле, кстати, все патрули на территории России, они оснащены, дозор есть такое, оборудование, которое в потоке определяет нарушение. Могут остановить, проверить автоматически и предъявить то или иное нарушение, которое наш гражданин совершил на дорогах Российской Федерации. К сожалению, наши граждане там очень сильно нарушали. И сегодня их будут за это привлекать, пускай будут бдительнее и аккуратнее. Не за того, что их там привлекут к ответственности, просто правила дорожного движения это их нежели безопасность. И статистика на сегодняшний день, если говорить по югу России, чаще всего по дорожной транспортной происшествии попадают автомобили с абхазскими номерами. Была ранняя практика, что большое количество транспорта покупалось и вывозилось с абхазским учетом на территорию России. На сегодняшний день это уже немножко изменено, в связи с тем, что наши машины начали привлекать к ответственности за нарушения. Хотела бы с вами, как представителю ГАИ, спросить. Многие говорят, что в последнее время появились праворульные машины в большом количестве у нас здесь в Абхазии. Влияет ли это как-то на движение транспорта и на безопасность? Если смотреть на наши статистики, о которой я говорил выше, главными причинами дорожного транспортного происшествия является скорость и езда в нетрезвом состоянии. Праворукий автомобиль является ли фактором, ухудшающим обстановку на наших дорогах, пока говорить нам тяжело, в связи с тем, что нет таких статистических данных, которые бы нам сегодня сигнализировали, о том, что транспорт опасен, его ввоз на территорию Республики Абхазия необходимо запретить. Пока у нас таких данных нет, мы работаем, тщательно отслеживаем весь этот процесс, если говорить о практике, ввоза транспортных средств на территорию Республики Абхазия, она не такая уж и большая, у нас она уже на протяжении двух лет, как они начали сюда заезжать в большом количестве. И вот мы сейчас внимательно отслеживаем каждое дорожное происшествие, дорожно-транспортное происшествие, что послужило причиной дорожного транспортного происшествия. Праворуко, видимость его тяжелая. Чаще всего мы, как пока сегодня видим, это скорость и издание в 30-м состоянии. Что касается других транспортных средств, не автомобилей, в последнее время появились мотоциклы на наших трассах. К сожалению, была авария, о которой я уже упоминала. Могли бы вы сказать, насколько вообще этот транспорт опасен и как следует себя вести? Каковы правила основные? Если говорить о автомобиле, он опасный, мотоцикл в кубе опаснее. Это крайне опасное транспортное средство, которое сегодня может быть на наших дорогах. Мотоциклистам все обращаться, сказать в первую очередь всегда, что если они садятся за управление транспортного средства мотоцикляного типа, иметь средства защиты непосредственно, которые на коленники, на грудники, на локотники, шлем необходимый к уровню безопасности, который позволит, если они попадут в то или иное дорожно-транспортное происшествие, сохранить им жизнь. К сожалению, любое прикосновение другого транспортного средства, любая помеха, возникшая перед ними, это 90% дорожно-транспортное происшествие, а в отсутствии технически безопасных приспособлений, которые должны быть у него смертельный исход. Если вернуться к рейдам, многие автомобилисты выражают недовольство, когда их останавливают, и аргументируют это тем, что вот если бы вы остановили какой-то джип, такой, как говорится, навороченный, и вы бы там указали, как себя вести, тогда бы мы поняли то, что вы остановили нас. Вот как вы к такому суждению относитесь? Вы знаете, ну, дыма без огня не бывает, к сожалению, есть предвзятое отношение некоторое сотрудников курса автоинспекции. Но я вам что хочу сказать, на сегодняшний день камеры автофиксации, они не выбирают качество транспортного средства, его дороговизну, и кто им управляет, в каком положении он находится. На сегодняшний день для этой практики все равны. И как показывает наша сегодняшняя практика, те лица, которые попадаются, они всегда находят что сказать. На сегодняшний день они говорят, что сам процесс работы камеры автофиксации недостаточно выверен в законном отношении, в правовом отношении. Но людям дается при вручении постановления действительных дрок это обжаловать, обратиться в суд, доказать. Никто этого не делает. А есть кто делает, они суды проигрывают. Почему? Потому что в данном постановлении есть все необходимые доказательства, которые позволяют привлечь к ответственности, неотвратимой ответственности нарушителей по скоростному режиму. Ну, мифы всегда присутствуют. Почему? Потому что я думаю, что это карательная административная практика, и нашим гражданам хочется уйти как-то от ответственности. И для этого все методы хороши. Что касается российских номеров на автомобилях, их чаще останавливают? Ну, предвзятое отношение к транспорту, стоящим на иностранном учете, к сожалению, имеет место. Не только в Абхазии, и в других курортных регионах, и в той же Российской Федерации. Работа в этом направлении ведется, и сказать, что их у нас не останавливают, это, конечно, ничего не сказать. Это проблема сегодня. Она проблема у нас остро становится в летний курортный период. Мы с этим боремся. Как мы это делаем на сегодняшний день? Решением этой проблемы одно из рычагов увидели в том, что мы должны необходимым количеством информации проинформировать всех наших туристов, которые к нам сюда приезжают. Чтобы они знали свои права, знали законы Республики Абхазии. Если какие-то затруднения у них будут, в той или иной ситуации они знали, куда им обратиться, за помощью, где им ее всегда окажут, в любое время. Для этого на сайте МВД была создана необходимая информация и модераторы, которые обслуживают все обращения, в дежурных частях подразделения ГАИ и других подразделений Министерства внутренних дел, отдела собственной безопасности, управления по воспитательной части, в горах и органах. В часто посещаемых курортных местах были расклеены баннеры с номером, куда необходимо обратиться, если в отношении вас были приняты какие-то неправовые действия со стороны сотрудников госавтоинспекции, проводились рейды с гражданами, где мы с ними общались, останавливали вас, вы сколько уже находитесь на территории Республики Абхазии, были какие-то по отношению к вам предвзятые моменты со стороны госавтоинспекции. Вот эти все моменты дали сегодня на сегодняшний день неплохой результат. Но, конечно, говорить о том, что мы смогли добиться идеального в этом порядке, пока рановато. Но с учетом тех наработок, которые мы провели в 2019 году и тех ошибок, мы, я думаю, что 2020 год будет в разы лучше. А часто наказывали инспекторов, которые вот так несправедливо относились к машинам, водителям машин иностранных. Очень часто наказывали. Могу вам даже сказать точные цифры. 37 сотрудников, которые были наказаны, понижены в должностях или уволены по статье по отрицательным мотивам с органов внутренних дел, отправлены на менее ответственные должности вне подразделения госавтоинспекции. Такая работа была проведена за 2019 год летний курорт. Благодарю вас за интервью. Удачи в вашей работе. Спасибо. Печальная статистика ДТП со смертельным исходом пополнилась. Председатель фонда инвалидов Бадри Аграба погиб в результате ДТП в районе Сухумского железнодорожного вокзала днем в субботу 26 октября. Детали происшествия уточняются. За участие в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов Бадри Аграба был награжден Орденом Леона. В ходе боевых действий получил ранение. В результате которого стал инвалидом второй группы. С 1995 года Бадри Аграба работал в Сухумской ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. С 2011 года возглавлял контрольно-ревизионный отдел Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. По всей республике продолжаются работы в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в том числе для улучшения качества подачи электроэнергии. На данный момент РУП «Черноморэнерго» проводит масштабные работы в Новом Афоне. Проблема подачи качественной и бесперебойной электроэнергии в Новом Афоне существует уже много лет. Для ее устранения «Черноморэнерго» проводит работы по установке новой линии электропередач. Ее протяженность около 3 км. Линия будет проходить от подстанции в селе Псырцха до подстанции рядом с Афонской школой. Затем кабельными линиями будет проложено в центральную часть города, где предполагается построить распределительный пункт и установить новые трансформаторы, что позволит стабилизировать напряжение в центральной части города. Новая линия электропередачи в Новом Афоне будет построена и сдана в эксплуатацию до конца текущего года. Итоги работы 6-го международного арт-пленера «Краски осенью Абхазии-2019» подведены. В Сухуми в центральном выставочном зале открылась выставка, на которой были представлены работы более 20 профессиональных художников Абхазии, России и Израиля. Подробности в следующем сюжете. Осень Абхазии глазами мастеров. Более 20 профессиональных художников из России и Израиля, а также студенты и преподаватели отделения искусства Абхазского государственного университета и Сухумской художественной школы представили свои работы на 6-й международной выставке, которая называется «Краски осени Абхазии-2019». Шестой международный арт-пленер «Краски осени Абхазии-2019» открылся 17 октября в Абхазском государственном университете. Сегодняшняя выставка стала итогом недельной работы команды. Все это время художники вдохновлялись красотой осенней Абхазии. Посетили такие места, как Новый Афон, Гагра, Рицинский национальный парк, Моквский храм. И их впечатления нашли отражение в работах. Арт-пленер – это прекрасная возможность заглянуть глубоко в себя и подчеркнуть там что-то совершенно новое, поделились с нами мастера кисти. В общем, сегодня на выставке у меня четыре работы представлены. Для таких выставок это немало, не все попадают. Здесь вы видите две работы мои. Это «Моквский храм», «Моквские мощи» и «Пейзаж Афонской Иверской горы». Вдохновляются обычно художники в таких моментах именно настроениям. Это этюды, их не так можно назвать картинами, потому что в течение часа-полтора часа, пока настроение, природа, характер, свет, тень улавливаешь. И все, что создается в тот момент, вот то, что и получается. Именно в этом пленере я участвую второй раз. Арт-пленер в жизни каждого художника – это какое-то небольшое или большое знаковое событие. Это встреча с единомышленниками в первую очередь, общение с ними и, соответственно, можно подчеркнуть что-то новое, вдохновиться. Каждый новый пленер – это новые впечатления. Кадир Тванбари Патриант. Молодой человек, многогранная творческая личность. Помимо того, что танцует в одном из государственных ансамблей, он еще и прекрасно рисует. В скором времени Кадир планирует провести первую персональную выставку. Два года уже я здесь живу. Я в Турцию приехал. Турцию университет закончили художественный. И здесь еще раз я и второй университет, графический дизайн, четвертый курс я учиться. Мой стиль – современное искусство. Я рисую натуральные листья, потом фоновые места фотографии сделаю. И современное искусство – идея. Радует то, что арт-пленер расширяет свои границы. И с каждым годом география его участников растет. Яэль Сонкин – член Союза художников Израиля. Приехала в Абхазию впервые. Художница настолько впечатлилась природой и людьми, обычаями Абхазии, что планирует написать доклад о своем пребывании в нашей стране. Это был один из самых прекрасных и замечательных проектов и пленеров в моей жизни, на моем опыте. Потому что здесь чудесная святая земля, здесь природа, здесь архитектура, здесь чудесные гостеприимные люди. И все это вместе. Это симбиоз, который рождает и вдохновляет на творчество, на какие-то новые мысли, даже философски к чему-то новому прийти, к каким-то новым проектам или даже в новое направление в живописи. Пленер является очень полезным для наших студентов, так как проводятся мастер-классы с зарубежными художниками. Они видят их мастерство. У нас в этом году впервые была техника китайского письма, и наши студенты могли познакомиться с этой техникой и сами же испробовать ее. Для них это было что-то новое. Также художники из Перми показали мастер-класс в масляной живописи, и они с большим удовольствием приняли в нем участие. Главная задача проекта – обмен опытом, выявлении и разведе творческого потенциала молодых художников. Несомненно, ставший уже традиционным арт-пленер, будет и дальше жить и развиваться, привлекая на своей площадке все больше художников-профессионалов из разных уголков мира. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова